Рав, Давид, шалом! Спасибо вам большое еще раз, что у меня есть возможность продолжать с вами постигать нашу святую Тору. И, в общем, совсем недавно опять я обратилась к притчам, к книге Мишлей, царя Шламов. И я почитала следующую притчу. Я ее зачитаю, чтобы точно ничего не спутать. Итак, пути Торы, пути приятные, и все ее тропинки ведут к миру. Приятная притча, ничего не скажешь. Но возникает следующий, я думаю, сложный для меня вопрос, и я без вас никак не разберусь. Вопрос один, даже будет два вопроса, но сейчас вопрос один. Рав, Давид, что значит пути Торы приятные? Как это понять? Шалом Хана и Ханука Самеяк. Сегодня последний день Хануки. Хануки Самеяк. Все носим свечей зажжены. Самый яркий свет горит сегодня. И поэтому, конечно, нужно говорить о Торе и о путях. И вопросы очень кстати. В этой притче есть, написано, все дороги ее приятные, а тропинки ведут к миру. То есть дороги это то, куда человек идет, как магистраль, там, где идут все люди вместе, на большие дороги. А тропинки это обычно индивидуальные тропинки, которые ведут каждый человек к его дому. То есть каждому дают какой-то свой мир. Надо отберем. Значит, что касается, что такое пути приятные. Вообще многие люди, у них есть такая дилемма. Да, они вот не понимают, заниматься им материальным или духовным. Часто для них это вещи противоположные. Например, есть люди, которые у них, вот они любят бизнес-встречи, занимаются карьерой, работой. У них весь их дневник расписан на месяц вперед. Да, какие у них встречи деловые. И они все время пытаются еще что-то, там, еще где-то украсть, еще 15 минут, еще какую-то встречу сделать. Да, еще на какую-то конференцию съездить. Да, то есть занимаются спортом, занимаются, там, покупают квартиры, дорогие машины, едут на курорты. У них нет места, они не видят места для еще какой-то духовной жизни. Да, и вообще, куда, зачем заниматься мне духовным, если у меня все занято. Есть ли, наоборот, которые говорят, мне вся эта суета надоела очередью в банках, да, вот эти постоянные гонки за материальным, за карьерой. Да, мне это все так надоело. Я лучше уеду в горы куда-то, да, в какой-нибудь монастырь, буду там спать на матрасе, да, буду есть простую пищу, буду задумывать немножко о духовном, какие-то духовные поиски, духовные мысли. То есть человек говорит, я хочу уйти из-за материального, да, это суеты-сует и заниматься только духовными поисками. И на это пришел царь Соломон сказать, что это вообще не так, что нет материального без духовного, и нет духовного без материального по-настоящему, одно без другого не может существовать. Да, так, что одно без другого не может быть? Что значит пути Торы приятные? Например, любая заповедь, даже самая сложная заповедь для людей, возьмем шаббат. Да, казалось бы, так много запретов, а на самом деле Творец сделал, что это, если все правильно делать шаббат, приготовить все заранее, собраться всей семьей за красивым столом, то это очень приятно. Это дает возможность с друзьями, с семьей собраться и провести хороший выходной, отключить все телефоны, отключить все помехи и посвятить себя настоящему отдыху материальному и духовному. Да, Йом-Кипур, такой вроде бы сложный день, надо поститься целый день, много молиться. А на самом деле, это же настолько приятно, что есть день, который может разгрузить тебе весь год. То есть можно сделать чуву, можно чуву, это как машина времени, когда можно пройтись по всему году назад и исправить, почистить те моменты, которые ты сожалеешь. Это тоже большой подарок. Это очень... И вот в Торе, в Талмуде, разбирается в трактате Сука, там, где разбираются четыре растения, которые нам заповедано в Сукот трясти, в четыре растения, то что такое итрок? Написано в Торе, написано в Торе итрок, написано, как там, что он приедет в Садар, должен быть красивое растение, и Талмуд разбирает все это растение. И один из вариантов в Талмуд приводит, там, может быть, это одно растение, может быть, другое растение, может быть, третье растение. И говорит, Талмуд не может быть это растение, потому что оно колется, оно с колючками. И если человек будет им трясти, у него будет очень неприятно, будет колоть его в это время, это растение. А в Торе написано, что Тарсталмон говорит, что все пути Торы, они приятны. То есть не может Тора заповедовать, это важная концепция, не может Тора заповедовать что-то, что человека будет колоть, будет неприятно. То есть не скажет Тора, уходи в монастырь, спи на матрасе, все бросай, потому что, наоборот, Тора скажет, строй семью, воспитывай детей, делай шаббат, соблюдай кашрут. Эти все вещи, они именно приятны, они дают человеку радость от жизни. А что касается второго вопроса? Да, какой у тебя второй вопрос? Второй вопрос. Все ее тропинки ведут к миру. Я думаю, что понятие мир в этой тритче есть несколько слоев. И радуй, скажите, пожалуйста, что именно здесь имеется в виду? А вот это имеется в виду, ты правильно спрашиваешь, мир самого человека. То есть мир – это всегда какая-то война. Так это и есть второй аспект, который Царь Соломон объясняет, про баланс между материальным и духовным человеком. То есть, допустим, шаббат – самый святой день для нас. Человеку не скажут шаббат, там только молись, только учи Тору. Нет, надо три трапезы приготовить. Самую вкусную еду, самую красивую одежду, накрыть красиво на стол, петь песни. То есть, одно идет всегда. Там, где духовное, там материальное. И одно не за счет другого, а одно дополняет другого. Между ними есть мир, между материальным и духовным, правильный баланс. И вот духовность человека, его духовный рост – это умение найти правильный баланс между материальным и духовным. Человек хочет построить семью. Да, он должен найти себе невесту или жениха, которая ему нравится, которая ему хорошо и комфортна. Человек покупает дом, он должен повесить мизузу. Дом должен быть красивый, приятный, он должен повесить мизузу. Он должен сделать маке ограждение, чтобы там не упасть с окна или с крыши, чтобы человек не упал. Он должен сделать ханука-табайт. Он в этом доме должен делать трапезы, говорить словаторы. Он, не знаю, покупает одежду себе красивую, он должен сделать цицит на одежде, чтобы помнить о заповедях. он должен, когда он покупает дом, у него должно быть место для хануки, чтобы показывать о чудесах, которые сделал творец. То есть это есть, да, у человека есть там, зарабатывает деньги, он отделяет десятину, помогает этим бедным. Да, он там, домам, сиротам, дает на изучение торы. Любая вещь материальная, к которой он приходит, она идет в гармонии с духовным. Это вот, это вот надо быть, человек должен найти свой баланс в этом месте, между материальным и духовным. И всегда одно, чтобы не шло за счет другого, а чтобы одно было ради другого. Я работаю, зарабатываю деньги, чтобы была возможность вести кошерный образ жизни. Да, я веду кошерный образ жизни, да, чтобы была возможность построить семью, воспитывать детей и передать дальше традицию. Одно не за счет другого. Это вот мир, который есть, который, да, любая тропинка наша личная должна вести к миру, должна быть баланс. Если его нет, то, значит, что-то неправильно мы делаем. Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос. Это одна из, на самом деле, красивых притч царя Соломона, и он, если ее не поанализировать, она выглядит просто как такой красивый лозунг, а на самом деле это вещь, которую должна человек вести во всех его вот духовных поисках и материальных поисках. И всем нам желаю найти этого баланса между материальным и духовным и всем хану-касамээх. Спасибо большое, Равдавид. Я вас благодарю бескрайне за эту возможность постигать с вами мудрость нашей святой Торы. Спасибо вам большое. Надеюсь, что в следующий раз совсем скоро у нас будет возможность обратиться к течам царя Соломона. Спасибо, Равдавид Хангас. Всего хорошего. Пока.